всем привет за мной вы можете видеть вот за мной вот здесь вот я сегодня в суперской футболочки праздничной вот и сегодня я хочу вам показать наконец-то настал тот момент мне даже как-то жалко об этом рассказывать когда я закончил все работы которые только можно было бы придумать с кабиной для симулятора у меня уже было много видео о джойстиках о кабине но это уже последняя версия просто уже не знаю что сюда еще можно даже в теории добавить теперь давайте возьму камеру и покажу вам поближе что новое по сравнению с предыдущими видео ссылочки на предыдущие два видео основное видео как я делаю эту кабину второе видео апдейте как я расположил все эти джойстики будут в описании можете посмотреть а пока поехали по апдейтам и еще сегодня покажу как эта кабина работает с атр-72 который буквально две недели назад появился в игре что ж поехали во время своего рассказа я буду делать видео вставки того как я это все делал и начну я с права налево вы помните здесь у меня такое устройство начнем с mcdu экранчик про это я рассказывал уже про это я уже рассказывал значит покажу по поводу этой штуки как я ее делал потому что раньше здесь была картонная коробка а теперь у меня здесь полноценный подлокотник как у водителя маршрутки вот сейчас вы видите видео как это все планировалось делалось вот изначально здесь было вот такие набор деревяшек вот из них я собрал такую штуку и не жена сшила такую классный такой тканевый мягенький подлокотник и теперь он откидывается когда надо здесь настаиваю кранчик вот на примере от аэра я чуть позже покажу как я все настраиваю дальше здесь лампу вы уже тоже видели наверное здесь у меня ничего не менялась справа налево здесь добавилась вот такая вот подставка здесь и вот здесь вот такая тоже подставка теперь я могу сюда положить ноутбук планшет чашку кофе поставить вот или телефон в общем можно что-то придумать что сюда можно положить и сзади на прищепочке так вот висит папка со всякими чек-листами едем дальше здесь место для планшет теперь стало более выразительным теперь я просто беру планшет и он отлично сюда вписывается и становится никаких проблем нету даже предусмотрена функция зарядки если нужно его зарядить ставится он вот сюда вот и вот тут хватает места подсоединить зарядку так что этот планшет я пока тут оставлю микрофон теперь переместился сюда вот здесь без изменений если вы можете видеть что я сделал дополнительные надписи зелененьким подчеркиванием это то что касается от и раз здесь вы можете видеть здесь внизу несколько надписи добавил и больше всего надписи добавилась здесь вот для того чтобы я не забыл какие функции такие кнопки назначены так как в атере естественно другие все процедуры чем в боинге для которого все это разрабатывалось и цветным это для ан-225 мрия но здесь только функция автопилота я добавил вот ничего нового нету теперь перемещаемся вниз для этого я включу лампу лампа так вот классно включается сенсором вот здесь вот я видите добавил перегородку теперь у меня педали сейчас я придвинусь покажу попробую показать теперь они вообще никуда не есть и теперь они полностью на пружинках то есть у меня вот здесь вот металлические пружинки и с той стороны тоже металлические и теперь у меня центральное положение очень хорошо фиксируется в отличие от раньше когда здесь были резинки здесь теперь у меня добавилось включение колоночки вы видите она загорелась вот такая маленькая ну она лучше чем наушники потому что иногда здесь нужно что-то поделать не только связано с работой самое главное это монитор вот 24 дюйма по моему lenovo 6000 гривен это примерно 100 150 долларов наверно так микрофон показал здесь подставка под ноутбук сейчас я покажу сбоку и на фоне вы увидите как я ее делал вот подставка под ноутбук вот так выглядит все время ноутбук здесь фиксируется пока давайте покажу сзади как этот сетап выглядит что здесь у меня интересно значит вернусь к монитору здесь один из главных плюсов важных плюсов это то что здесь есть четыре usb выхода которые подсоединяются к одному выходу то есть я вставляю эту штуку компьютер и джойстики включаются сразу здесь которые подключены вот ну сзади вот так вот эта панель выглядит сильно много места она не занимает как вы видите вот если в профиль смотреть толщина примерно сантиметров 10-15 наверно вот здесь место для мышки на то я бы все показал вот с этой стороны покажу и вот с этой вот теперь вот просто на прищепке канцелярский сюда листики сложил это кабель электричество это кабель интернета так сейчас пока тут загрузился розове ветров давайте я покажу как включаются джойстики компьютере так экран записывается и сейчас я подключу для начала я здесь вот подключаю не хватает ни одного удлинителя вот поэтому я подключаю некоторые джойстики вот здесь вот денег вставляются а вот раз и вот 4 джойстика на мониторе появилась и теперь вставляю остальные джойстики видимо появились остальные джойстики также у меня подключены к этому бедному ноутбуку еще и микрофон и сейчас мы еще по подключаем кучу экранов итак давайте обновим смотрим что здесь у нас раз два три четыре пять шесть семь восемь девять все правильно 10 11 12 все правильно все все джойстики подключены все работает все 12 штук и здесь внутри microsoft light simulator меня просит подтвердить что все нормально в control option заходим все джойстики которые нужно здесь отображаются это отлично и теперь я захожу в мобифлайт для того чтобы у нас сейчас все засветилось обновляться мы не будем пока симулятор нашло модули нашло пишем ран и у нас видим все загорелось так теперь нам нужно настроить все вот эти девайсы я покажу как как я это делаю в случае с атером потому что случай с боингом я уже показывал как это делается вот нажимаем ready to fly здесь планшете мы подключаем джи пью его здесь должно начать моргать смотрите нажимаем джи пью подключить и здесь начинает моргать нажимаем вверх смотрим в самолете что-то включается и вот здесь отключаем батарейку он все загорелось и здесь наверху тоже все загорелось так теперь нам что нужно дальше нам дальше нужно настроить все экраны которые нужно в отличие от боинга здесь у нас получается раз-два-три дисплея и вот это четвертый теперь я покажу как их настроить теперь я нажимаю здесь я запускаю space desk приложение раз один дисплей подключили и здесь дисплей уже подключен я сейчас покажу как оно отображается сейчас это я сверну параметры экрана и видим вот два экрана у меня отображается этот дисплей это вот этот дисплей номер два это вот этот mcdu типа что нам нужно сделать это дисплей нам нужно перевернуть мы можем его просто так вот взять и перевернуть или можно здесь настройках его перенуть это не принципиально возвращаемся в игру делаем поп-ап этих окон так первое окошко пошло есть второе окошко и второе где второе окошко и третье у нас вот это окошко вот мы вот такая побольше откроем и я его перемещаю вот сюда нажимаю альт-энтер и у нас теперь я показываю как работает так ну значит показываю что здесь все работает и нет перфонит по позишем они здесь копируем данные gps в общем работает эта штука вот повожу цифры в общем планшет здесь работает не планшета компьютер работает все четко едем дальше здесь у нас вот эти две панели и здесь тоже вот эти вот кнопками можно менять здесь то что мы хотим видите я сюда клацаю так здесь я отключил для того чтобы не загружать сильно систему типа ну потому что когда стать чем-то она немножко странно работает так и как вы видите у нас остался один дисплей которые не используются и для этого я сегодня буквально прикупил кое-что и сейчас это будет просто вишенка на торте вот это снимается выбираю сюда эту штуку и сюда ставится вот такой вот автомобильный держатель и здесь для того чтобы она не ерзала я одеваю резиночку и у нас есть третье устройство здесь она конечно немножко закрывает но мы можем в принципе вот так вот подвинуть и будет что-то видно ну этот можно чуть тоже это двинуть в общем вот так вот эта штука очень полезна для чек-листов здесь я тоже запускаю space desk еще раз нажимаем подключение так и вот у нас есть подключение теперь мы можем зайти параметры экрана и здесь у нас появился видите пятый экран здоровезный почему-то чем такой большой ну для нашего экземпляра пускай будет для примера открою в таком формате ничего страшно опять же принцип такой же сейчас покажу нажимаю tab enter открываем на весь экран и переношу его сюда теперь видите у меня здесь отображается и третий экран мы теперь можем здесь делать чек-лист чек-лист я делаю с помощью вот этих вот этой крутилки как видите я сюда клацаю можно сюда клацать кому как удобно и можно так вот с помощью поворотов перемещаться между пунктами вот давайте какой-нибудь emergency checklist зайдем вот я кручу давайте показываю normal checklist вот emergency checklist и вот какой-то на чек-лист engine 1 плюс 2 flame out и дальше вот давайте потыкаю в общем все супер удобно ну и что здесь еще давайте покажу что автопилот работает сброс ошибок работает настроил здесь клавиатуры интересно реализовал вот здесь вот over head сейчас я покажу с помощью виду меня здесь перемен переключается вот здесь есть лампочки которые светятся и у меня тоже вот они светятся и все белые лампочки которые в симуляторе есть например вот белой лампочки external power доступно мы что сделаем мы сейчас включим генератор и вот я нажимаю сюда видите пишет fold fold если сейчас вручную отключу то здесь начнет просто мигать вот видите если один отключен если два то же самое можем отключить обратно то есть если горит он лампочка светит таким образом у меня реализованы здесь проб вошь в общем можно просто сейчас я включу общий вид так вот можно просто все потушить так это все включаю здесь у меня пикает типа ошибка это реализация вот это вот кнопку вот она мигает мы могу также нажать и вот так вот у меня здесь все экранчики есть ну можно также вот эти экранчики поменять местами то есть допустим главный экранчик сюда поставить вот этот вот primary вот если используется gns 530 это просто убирается этот экранчики вот у нас как и раньше два экранчика два экранчика от боинга становится сюда отлично и этот телефон только с отряда использует ну вот такая короткая экскурсия на этом я уже не знаю чем еще рассказывать я уже все рассказал показал на этом буду наверно прощаться с вами спасибо всем за внимание смотрите предыдущие видео где я рассказываю подробно и как подробно как сделать вот эти все джойстики как я их делал как можете вы сделать я добавляю везде в описании код вот еще раз педали джойстик штурвал паркинг брейкс у меня здесь и компьютер с микрофоном тиллер давайте еще раз стану покажу общий вид как это все выглядит у меня вот такая вот получается конструкция что на этом прощаюсь и наконец-то приступим уже к полетам